В этом году весенние полевые работы в основных зерносеющих регионах страны начались немного позже. Посевной на время приостановила дождливая и сырая погода. Но аграрии из северных и центральных областей страны дождались нужного момента и дали старт. Вместе с отечественными хлеборобами в поле вышла и наша корреспондент. Алмаз Айткожин, сколько себя помнит, всегда выезжал с отцом-толгатом на полевые работы. Вот и сейчас для них наступила жаркая посевная пора. Тем более этой весной в Акмолинской области шли проливные дожди и сроки затянулись. Сейчас вот дни восстановились, два-три дня уже хорошая погода, подсыхает. Я думаю, если все нормально, мы отработаем, потому что, я говорю, работаем две смены. В этом хозяйстве 5000 гектаров земли. Площади по местным меркам небольшие, поэтому здесь надеются закончить посевную в срок. Оптимистичный настрой Толгату придают два новеньких посевных комплекса. Мы раньше, когда сеяли, мы только сеяли. Сейчас у меня есть возможность, вот мы сеем сейчас с удобрениями, мы вносим удобрения. Он за собой баранует, он прикатывает, и поэтому он выполняет 3-4 операции за один проход. Это, во-первых, мы экономим, и ГСМ экономим, мы экономим, как правильно сказать, выигрываем на скорости. Помимо технических характеристик, новая техника обладает высокой комфортабельностью. Кабина механизатора не пропускает ни звуки, ни пыль. И самое главное, все автоматизировано. Автопилот включаешь, он сам ведет технику. Где-то, если огрех есть, он подает знак, и останавливаешься. Устраняешь там никакие неполадки или что-нибудь. Приобрести технику такого класса Толгат смог только благодаря финансовым инструментам холдинга «Казагра». Дочерняя организация нацкомпании «Казагрофинанс» дала посевные комплексы в лизинг на выгодных для фермера условиях. Ставка 13,4%. Из них 7% оплачивает государство в рамках программы субсидирования ставки вознаграждения. И 6,4% оплачивает уже само крестьянское хозяйство. Если бы мы брали бы без помощи «Казагрофинанс», без помощи этой государственной программы, мы бы ее не взяли, потому что она техника очень дорогая. Она 136 миллионов стоит. И у нас, естественно, таких свободных денег нет. Толгат Айткожин приобрел посевные комплексы с дальним прицелом на будущее сына. Алмаз после 9 класса самостоятельно решил поступать в колледж на агронома. На сегодняшний день я учусь в научном отделении, в омском филиале города Кокштау, Казахстанской инженерно-технологической академии. Стараюсь продолжить свое высшее образование в сфере инженерных технологий, ну и в семино-отческом деле. Отец Алмаза спокоен. Есть кому доверить – дело всей жизни. У сына есть и знание теории, и практический опыт, и самое главное – большое желание работать. Остальное, как говорит Толгат, – дело техники. Техники, которая помогает стать фермером, настоящими хозяевами земли.